Что за обстановка на горе, Сергей Александрович? Стабильная. Так, ну что, чай, кофе? Советский союз рухнет. Надо было куда-то ехать работать. А у меня жена отсюда. Это Верочка с котиком Галина Чевеляева. Мы закончили академию, работали по специальности в солистском лесничестве в Новгороде. Вот она называется «Поварешечка». Мы приехали сюда, и мы, собственно говоря, искали любую работу. Но Сергею было важно, чтобы она более-менее была как-то связана с лесным хозяйством. И я помню, что он пошел работать на Альпику-сервис, и первая работа его была по валке леса. Приехал сюда, первый раз выживаю. Даже понятия немного в общей клубе. Они говорят, давай, может, с лесором пойдешь. У нас лесорная группа есть, может, с канатчиком. А есть, в общем, служба транс. Ну, ты должен за год встать на лыжи. И как-то мы пошли в баню, я выпил немножко пива и почувствовал себя героическим героем. И сказал, что через год я вас всех обкатаю, всех, кто в бане. Он не мог не встать на лыжи, потому что, если бы он этого не смог сделать, он не мог бы работать на определенной должности. Сначала вообще один я был. Когда мы первые четыре изделия ставили, четыре пушки. Один я был и начальником, и инженером. После этого держателя денег, я думаю, что он самый главный. Потому что от него зависит, и как курорт будет работать, как будет зарабатывать. Тот горкий город, Нижний и Верхний, который мы сейчас знаем, их не было вовсе. Вот эта очередь третья выходила на более высокий уровень, с 1500 и выше. А там оказалась лавина. Нужно было создавать свою лавинную службу. Когда я пришел, через полгода, я позвал Дениса Шабалина, а потом пришел Леонид Дементьев. Лыжи чем хороши перед девушкой? Можешь покататься в других лыжах, можешь лыжи дать кому покататься, можешь журналы про лыжи читать. Никаких проблем. Мы ехали в третий. А что в третий? По пирамиду и там на лосточку выкатим. Белый – это снег, черные скалы, голубое – это небо. Солнце он, правда, не нарисовал. Там же шпушки у нас висели. Ну их пообломали. Одни фундаменты остались. Жду в сезон по-финансам. Закончили. Сборы. Работа довольно рискованная. Ловенщик ошибается один раз. Если я знаю, что я позвонила, и он не ответил, значит, он на лыжах спускается. Ему не надо звонить 50 раз, отвлекать. То есть в этот момент он может просто упасть и что-то себе там сломать, растянуть. Значит, он перезвонит позже. В первый год эксплуатации у нас была вообще очень маленькая площадь. Курорт ограничился фактически центральной частью вот этой. То есть постепенно цирки стали появляться, западный сектор, восточный сектор. Соответственно, это диктовало, конечно, большее количество людей, чтобы обеспечить безопасность. Это на отдел мы наказали футболки. Татуировка Макса Панкума. Я прочитал книжку Владимира Санина «Белое проклятие». Ну и это был последний каплей, который, в общем, склонил меня именно в сферу лавин. Так я для себя решил, что я буду поступать в МГУ только для того, чтобы изучать лавины. В этом году столько снега, аномально много. И трехметровые рейки под снегом, там больше трех метров, 3,20, наверное, где-то так. По второму разу чуть-чуть. Да, сантиметров сейчас. Второе отставание 1,8 секунды. Пока что делается Катя Юрлова. Юрлова, Юрлова стреляет без штрафа. И сейчас Екатерина будет... Война служба, да. Ну, завтра ни о чем, там пару миллиметров будет. Послезавтра вообще отличный день. После армии пошел, немножечко поработал на Хибинской научной станции. Поварился в этом МГУшном котле, так скажем. Потому что приезжали с базы научной, приезжали студенты на практику. Пообщался с ними, кто что там знает, кто что... И они говорят, давай, что, приходи учиться. Я говорю, да я после армии уже. Они говорят, да ладно, там, для таких дебилов есть там рабфак. Вот. И я пришел и поступил на рабочий факультет, так называемый. Появляются люди, которые горят желанием, типа, мы хотим вашу лавенную службу, просто не все понимают, какие сложности ждут. Потому что все думают, что лавенчики, они катаются, и все. Ну, то есть, типа, им нравится кататься, и они думают, что вот только ради катания надо устроить с лавенную службу. У нас просто есть очень и опасные, и физически тяжелые работы, которые необходимо проводить, и катание, оно явно на первом месте. То есть, на первом месте ответственность. И очень много ребят молодых спрашивают, как попасть в службу, как учиться. Но пока что, насколько мне известно, специализация, возможно, только в МГУ на кафедре кредитологии, и эксологии, да, географического факультета. Вот. И узкая специализация лавенщика, она только там. Потому что других учебных подразделений я не знаю в нашей России. Вот. И поэтому, когда я там учился, у нас никто не хотел идти на кафедрологию, потому что это популярно и неудобно. Вот. Все шли либо на кредитологию, да, на часть этой кафедры, потому что кредитология – это мерзлота, это нефть, это газ. Там, конечно, можно более выгодно и финансово лучше устроиться. Город, в любом случае, физически тяжело для организма. Это высокогорье, да, выше двух тысяч метров. И некоторым просто, ну, по здоровью не получается. И неинтересно преодолевать эти трудности, когда можно заработать такие же деньги другим способом. Ну, тут должен быть специфичный характер. Ну, и душа человек должна к этому уезжать. Планировали что-нибудь сегодня? В смысле? Вот, я же тебе говорю, в пять не стреляют. Все это придержим, он немножко сейчас подстынет. Вот, завтра откроем верх, ну, проедемся, посмотрим, что там как. Ну, вот таких деталей нам, ну, не преподавали, надо было развиваться самому. Вот. И как только я закончил университет, я просто изучал западную литературу. Там просто такие же выпускают руководящие документы, только для американцев, ну, американской службой лавинной. Лавинная ассоциация выпускает документ, который доводится всем службам американским лавинным, как правильно измерять, чтобы все измерения можно было сопоставить. Как правильно это делать в деталях? То есть взял термометр, положил туда-то, то есть прямо по полочкам. В России руководящие документы все приходят из Высокогорного геофизического института, с Нальчика. То есть там работают специалисты, которые выпускают РД, да, руководящий документ для работы лавинных служб, ну, и других органов. Обеспечение безопасности в России намного жестче, чем за рубежом. Вот в той же Франции, где наши любят отдыхать. Это ошибка. Люди не гибнут просто так. А, я все сделал правильно, и почему-то лавина сошла. Нет, ты оказался в этом месте, где она сошла. Ты там повлиял на это как-то и так далее. Я это все понимаю, и выходя на склон, просто есть разные вещи. Когда я выхожу и знаю, что со мной может случиться, есть другая вещь, когда человек не знает и выходит на склон. Он просто не видит этого риска. И для него это неожиданность. Потому что лавина – это неожиданность для жертвы, как писал вот Отор. Ну, и популяризация в самой профессии, как лавинщик. У нас никто не пишет в газетах про них, никто не снимает фильмы, грубо говоря. Поэтому многие не знают, что в горах есть лавина и так далее, что этим занимаются люди. Если ты ошибаешься, ты погибаешь. То есть здесь меньше шансов на ошибку. Если в обычной жизни ты сделал какую-то ошибку, и она несущественна, ты можешь ее успеть исправить. Или каким-то образом она не сильно повлияет. Возможно. То есть здесь ошибка стоит очень дорого сразу. Погнали. Школьный учитель. Иностранные языки. Французский, английский. Визуальный контроль, связь по рации. Друг за другом приглядываю, чтобы никого ничего не накрыло, сверху не прилетело, там из леса что-нибудь вылетит. Наблюдаем, предупреждаем. Вот так вот и катаемся. Одному нельзя. Слушай, я ни разу не жалел, что в школе работал. Мне нравилось. И детей я люблю. Знаешь, не из-под палки. К сожалению, денег это не особо приносит. Ну, приносило, вернее. И все, ушел я из школы. Правда, директриса мне еще долго звонила. Вернись, пожалуйста. Там дефицит. Настоящие романтики. Которые любят свое дело. У нас большинство на работу идут с удовольствием, я уверен. У нас плюс к этому еще самый лучший в мире шеф. Он, по-моему, конечно, очень добрый, либеральный. Но тут грех жаловаться. Не надо косячить. На самом деле, с какой стороны не посмотри, вот даже там, работа, мечта. Травматизм правда присутствует. Руководитель этой службы должен подбирать морально устойчивых, достаточно потенциально уравновешенных людей. А вот парни вчера шоколадку принесли. А груша, кстати. Тут есть груша, она тоже пропадет. Где-то вот 10 лет она существует в том составе, в котором она сейчас. Все не очень просто. Восстановление было. Притирались друг к другу. Я к своим подчиненным, подчиненные ко мне. А вы чай будете? Кофе? Чай. Как зовут? А ты откуда? В Ярославле. Сейчас вот вечером хорошо. Днем-то вообще мило все. А наверху? А наверху закрыто, не открывают. Там снегу намело 4 метра, что ли. Я думаю, что в ближайшие дни не откроют. Фрирайдишь? Ну, иногда. Есть грешок, да? Ну да, конечно. Ну, все, хорошо, счастливо. Все. Водолаз. Ого, потопич. Вон запах. Запах протаса. Скорый поезд. Рыхлик. Как так можно? Кинза. Чуть-чуть имбиря. Масло. Этот рецепт. Помучевали долго. Я работал с 91-го года по 2001-й, по 2002-й год в МВД. В городе Сочи. Ну, там много нюансов, много этих. Пришлось мне уйти. Умарова мы хорошо знали, еще по работе на Альпике сервис. Он работал в Росгидромете. Вот. И там все люди на виду. Он готов был развиваться. Это было самое главное. Иногда были мысли, ну, зачем она мне надо? Куда я вообще? Куда я залез? Что я делаю? Я не понимаю. Парни у нас похудеют. Они раз по снегу забежали, и все. А я иду, как трактор. Ну, он четко шел к своей цели. Он ее видел, не ныл. Ну, было очень тяжело. Для меня, например, подняться на 2,400, с высоты 2,200 на 2,400. Перепад какой, всего лишь 200 метров. Я три с половиной часа поднимал. Мне было очень тяжело. Не говорил, что ему плохо, что он не способен не справиться. Он хотел этого, и он хочет до сих пор. Если бы мне сказали, например, в 2002 году, что, Умаров, ты будешь ходить на лыжах, на горных, я бы просто не поверил. Сказал, это не про меня все. Я сбросил 35 килограмм. Я был очень толстым. Сахару нет. Белому хлебу нет. Белому хлебу нет. Я ее покормил. Слышишь меня, сейчас уйду. Это поменяло мою жизнь. Прямо на 180 градусов. Перевернуло мою жизнь. Я теперь на ту же 2,400 не за 3 часа захожу, например, а 1,20. Уже по-другому. Нас пригласили. Сказали, нам нужны люди, которые, ну, с опытом, так сказать, метеорологическим. И мы пришли с Мишей. КОНЕЦ В этом у нас обход всех наших пушек. 11 шелторов у нас. 11 шелторов. Все находятся на высоте. Надо проверить кислород. Надо проверить пропан. Надо все проверить, что за зиму у нас трубки, провода. Ну, все. Все это обслуживаем. Подготавливаемся к зиме. И у нас вам есть домик, где мы отдыхаем. Так, это наш домик. Это Аимга. Шелтер, пушки. Горная карусель. Дарп Пазлович. Собственно, персоны. Продвигаемся мы на триггопункт. Гора Триггопункт. Пика Сенникова. Продвигаемся мы на триггопункт. Продвигаемся мы на триггопункт. Продвигаемся. Продвигаемся. обычно мы с ним только в паре были все время как саша сейчас вот это не знаю что у нас смены по-другому я внизу был он был наверху разделилась никакого слова против этой работы не говорил никогда но он вообще не говорил про работу декабрь пятнадцатого года и январь шестнадцатого был был скажем так аномально количество осадков выпало больше 50 процентов только за месяц выпало всего годовой нормы потом этот говорил там напарники что осенью молния попала в этот дешевле стоит как антенна сбила антенна были у нас перебои по связь электроника французская не выдержала брос нужно было вручную стрелять вот мешка то мы тут как раз стояли соседкой и как раз он сказал что смешать что-то случилось мы с ним на связи были вот примерно минут 20 меня не будет в эфире ребята стреляли тогда был миша и я ярослав вот они стреляли и миша вот так вот получилось что южные склоны у нас обычно наветренные и там практически не бывает снега а в этот раз выпал снег был скажем снег шел без ветра вот и выпало большое количество снега то есть от этого шелтера он там прошел сколько то не говорили метров это произошло его сбила небольшая лавина а под ним не было в том месте где он шел не было пологого участка были скальные сбросы и как раз он получается попал на эти сбросы я даже представить не могу как это могло вообще произойти миша у нас такой рассудительный он никогда никуда не бежал впереди он всегда думал сначала он всегда обдумывал всегда смотрел такое был мешали были уверены что он упал к нам в цирк перед нами ближайший второй цирк сзади 3 понятно что он попал в лавину там или что-то из соскользнул вот но мы были уверены что он упал на нашу сторону потому что на той стороне не было связи никогда то есть телефон на телефон вызов шел то есть не было такого что он был вне зоны действия сети вот и мы были уверены что на эту сторону когда выдвинулись туда вместе со спасателем увидели да сход свежей лавины но датчик к сожалению ничего не показал лавины датчик а после на южный склон перешли там увидели говорит видели его куртку красную спустились и на вертолете забрали конечно это был шок вот причем шок на грани того что невозможно такое не могло вообще в принципе произойти он после звонил колесников чешую не обеспечивать безопасность если там ходить надо было значит надо было что делать но это такая работа у них и как работа хочу заведомо значит значит туда идти непонятно чем это кончится но почему в горах один оказался я вижу как вы там спускаете лавину он показывал там стоят они внизу из пультом но мы так и думали дум а почему на горе казалось нету каких-то нету определенных слов тут это очень сложно подобрать нужные слова чтобы объяснить почему так произошло это уже не выкинешь упала это лавина но нашли на кому не навредил только он поедет не только вот интересно зачем было тут а лезь на эту гуру у меня тишина Я вынесу туда ногами так, я не уйдусь. Представляете? Матери сказать. Мне только вот интересно, зачем было туда лезть на эту гору? Про работу вообще не рассказывал. Фотки это мы после его смерти сняли. Всего с камеры сняли, с жесткого диска, со всех видиков сняли, с телефона. Это наш домик. Это имга. Это его жизнь была. Пробовал все профессии, вот остановился. Значит, это его была судьба. Правильная и мужская, настоящая мужская работа. Это поменяло мою жизнь прямо на 180 градусов, перевернуло мою жизнь. Наша задача сделать курорт для катания горнолыжников, сноубордистов и посетителей безопасно в плане лавина. Чтобы люди, которые здесь получают сервис в плане катания, не погибли. Это большая задача. Не допустить гибель людей в лавинах. Субтитры создавал DimaTorzok